За минувшие сутки с авиабазы Хмеймим более 20 самолётов вылетов. Российские военные используют козырь Су-34. В районе населённого пункта Ракка точечным ударом уничтожен командный пункт и подземный бункер со складом боеприпасов. У российских военных нашлось решение. Бетонобойная авиабомба. Или вот ещё в районе Морете-Нуман, провинция Идли, подработан разветвлённый стратегический объект. Там были и фортификационные сооружения, и склад горюче-смазочных материалов, и 7 единиц техники. Всё уничтожено. На самолётах современная система прицеливания. Она позволяет вести огонь с высоты более 5 километров. Снаряд, что называется, залетает прямо в форточку. Хочу подчеркнуть, что вероятное круговое отклонение от цели у корректированных авиабомб КАП-500 не превышает 5 метров. Эти и другие высокоточные средства поражения в течение последних дней применяются по объектам террористов ИГИЛ. Все российские самолёты на авиабазе «Хмеймим» оснащены современными оптико-электронными системами прицеливания, позволяющими использовать как обычные, так и корректируемые авиационные боеприпасы точечно и с гарантированным поражением цели. В небе над Сирией Су-24М, Су-25 и Су-34. Наиболее эффективные крылатые машины для этих условий боя. Дважды в день военные предоставляют данные видеоконтроля. На кадрах Минобороны видно картинка с нескольких ракурсов. Это говорит о том, что развернута целая группировка беспилотников. Работают в круглосуточном режиме. Павел Мельник, Василий Юрчук и Дмитрий Ермоленко. Вести. Здравствуйте, Юрий. Ну, как мы знаем, первые трое суток военной операции в Сирии позади. Таким образом, здесь Минобороны посчитали необходимым обобщить всю ту информацию, которую мы слышали на протяжении этих дней. А самое главное, сделать первые официальные выводы. Итак, за все это время с авиабазы Хмеймим было совершено порядка 60 вылетов боевой авиации и поражено более полусотни объектов инфраструктуры боевиков ИГИЛ. Вылеты совершались в круглосуточном режиме и на всю глубину территории Сирии. Как сообщают Минобороны, это привело к результату в рядах боевиков. Паника, они деморализованы, спешно пытаются покинуть свои позиции. Есть даже точные цифры на этот счет. Этой информацией с нами поделился начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Андрей Картополов. Вот что он заявил. Наша разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими районы. В их рядах началась паника и дезертирство. Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу. В связи с этим удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и наращивать их интенсивность. Достаточно хорошо была заметна определенная тенденция в эти дни. Группировка военно-космических сил России наносила удары по узлам связи, складам, командным пунктам. Все это не случайно. Здесь есть определенная стратегия обесточить боевиков, то есть отрезать им каналы связи с идейными центрами и каналы поставки вооружения. Достаточно важный момент сегодня еще раз проговаривался относительно Международного координационного центра в Багдаде. Вот как сообщили военные, российская сторона приглашала к сотрудничеству все стороны. И тем не менее, на деле оказалось, что поддержку нашей стране в борьбе с боевиками ИГИЛ, а деятельность этой организации запрещена на территории нашей страны, поддержку оказали всего лишь несколько государств. Это Иран, Ирак и Сирия. И тем не менее, напомнили военные, что открытых сотрудничеству российские военнослужащие и от дальнейших дипломатических контактов отказываться не собираются. Юрий, такая информация. Да, Павел, благодарю вас за подробный рассказ.